Девчата, всем привет! Я вам сегодня расскажу о тех средствах, с помощью которых я убрала себе очень интенсивную пигментацию. До недавних пор я не знала, что такое пигментация, но зимой и весной этого года я летала отдыхать во Вьетнам и пользовалась там, надо сказать, очень эффективным солнцезащитным кремом. О нем будет отдельный выпуск у меня уже на днях, но все дело в том, что почему-то за несколько дней до конца отпуска я решила, что моя кожа уже достаточно привыкла к солнечной активности, к солнечным лучам. И я просто убрала этот крем и наносила просто пудру матирующую. И за эти пару буквально дней я заработала себе очень сильное пятно, пигментацию очень сильную. И вернувшись в Россию, я срочно стала искать эффективное решение по отбеливанию этой пигментации. Итак, первое, на что я перешла, это, ну, естественно, все эти средства, которые здесь у меня находятся, они отобраны очень тщательно, то есть это то, что очень помогло именно мне, эффективно помогло. Вот и первое, это я перешла на всевозможные отбеливающие пенки, отбеливающие с эффектом сияния. Вот самая эффективная пенка на сегодняшний день, вот такая от Сум, тоже из отбеливающей серии. И вот есть такая вот еще серия у Сулбасу, покажу вам ее. Но у меня уже закончились эти пенки, и они тоже очень эффективные, то есть сама вот эта серия тоже эффективная. Вот, дальше я использовала эксфолианты, то есть отшелушивающие гели, скатки. У меня вот была выписана вот такая скатка от History, и был набор пробников, опять же, вот из этой отбеливающей серии от Сулбасу. Обе серии очень эффективны, поэтому выбрать что-то одно я не могу, рекомендую вам их обе попробовать. Дальше. В качестве крема для глаз я использовала, вот единственный доступный вариант, безопасный и как бы отбеливающий, да, это вот эти пробнички от History. Также у меня был балансер, набор из балансеров, вы помните, у меня был отдельный ролик на балансеры, да, ну тоже у меня уже закончились. Вот эта серия тоже очень эффективно себя зарекомендовала. Дальше, вот серия Snow Vice от Сулбасу. Вот у меня остался только серум, потому что их заказал почему-то больше, чем кремов и всего остального. Вот эта серия называется Snow Vice Brightening. Очень хорошо себя зарекомендовала, очень высокие показатели по увлажнению кожи и в том числе по безопасному отбеливанию. Вот у меня здесь серум, да, остался, у меня еще был крем и еще есть точечная эссенция для нанесения вот конкретно уже на само пятно. Очень эффективная серия, запомните эту серию, у кого проблемы с пигментацией. Также, конечно, мне пришлось опять вернуться к маске помидорки, я ее делаю курсом для того, чтобы выровнять общий тон лица. Но, наверное, одним из самых эффективных средств, как ни странно, явился вот этот крем. Это корейский бренд. Вот сейчас покажу вам коробочку от него. Бренд называется Nella Fantasia. И раньше с этим брендом я не сталкивалась. Но стала гуглить, и меня очень удивило, что этот бренд, он нашел свою, скажем, актуальность, да, как ни странно, не в России, а в Америке. Он какое-то время, это был хит-продаж в Америке. Вот это отбеливающее средство. Есть еще также эссенция, по-моему, лосьон еще есть в этой серии. В общем, кому интересно, загуглите. А у меня же крем, вот он такой, кстати, очень интересный, потому что он самовыравнивается. Крем чем-то похож на густую, может, сметану. Да, он также очень напоминает маску помидорку, но если помидорку нужно смывать через определенное время, то этот крем можно наносить и смывать его не обязательно, потому что это дневной увлажняющий крем для лица. Данный крем очень сильный, очень быстродействующий. То есть, если все предыдущие серии, которые я вам показывала, Сулвасу, Хистори, Сум, они рассчитаны на более долговременное применение и на долговременное достижение результата, то этот крем моментально начинает свое действие, он сразу же начинает отбеливать. И даже вот настолько быстро он это делает, что я немножечко как бы растерялась и начала использовать его как маску перед сном. То есть, нанесу то, что успеет впитаться, это хорошо, то, что нет, я снимаю просто ватными спонжами и все, иду так спать. То есть, он впитывается достаточно долго, вот посмотрите, он такой густой, напоминает сметану и за счет своей густоты и такой как бы пудровости впитывание у него как бы не очень хорошее. Ну вот, с помощью вот этих средств я за две недели эффективно убрала свою пигментацию. Ну вот, какое-то время я не пользовалась, где-то месяца полтора, потом перестала пользоваться отбеливающими сериями, пигментация снова возвращается. То есть, для себя я поняла, что эти средства теперь постоянно в моем арсенале будут находиться и курсами где-то раз в три месяца я буду их использовать. Вот сейчас лето, сейчас не особо рекомендуют отбеливать пятна, веснушки, да, что-то такое. Поэтому я оставляю эти все пробники, эти все кремы, маски до осени. И осенью я возобновлю курс отбеливания. И буду рада, если какое-то из этих средств поможет и вам справиться с пигментацией. Ну, если мой ролик был для вас полезен, ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить что-то более интересное. Спасибо, что оставались со мной и всем удачи, пока!